Адамы и господа, мы продолжаем. И вашему вниманию трёхраундный поединок в Лид-Шайшот-Весе. И первым в ветку добро пожаловать поезд, который представляет Россию и Армению по просвещу Даймонд-Вауф Артур О'Кадеса. И так, друзья, продолжается турнир Open FC 40 в Санкт-Петербурге. И на очереди у нас противостояние влечащей весовой категории Руслан Томских против Артура Аганесяна. Артур на наших экранах, ему 31 год по прозвищу Алмазный Волк. Этот боец из Москвы представляет клубы Львиное Сердце и Меридиан. Профессионально Аганесян выступает с 2018-го. Начал с двух поражений, но затем вышел на серию четырёх побед. И оказался в ACA Young Eagles. Сам выступал не очень удачно, провёл пять поединков. Выиграл лишь один и четыре проиграл. Тем не менее, последний бой выиграл Гильотиной в первом раунде у Николая Коваленко в ноябре прошлого года. Всего получается паритет. Шесть побед и шесть неудач. Одна победа, четыре поражения нокаутом. Четыре победы и два поражения приёмами. Как минимум три победы Гильотиной. Но как минимум три, потому что в одном случае просто приём не указан. Так что у нас в клетке ещё один мастер Гильотин. Посмотрим, справится ли с Русланом Томским. Добро пожаловать в красный угол. Поезд из представляющей Россию Руслан Томский. Руслан Томский. 24-летний поезд из города Тосна, представляющий, соответственно, команды Тосна ММА и СЭЧ-Про. Руслан в первую очередь как раз предпочитает разборки в партере. Она комбик, гильотины, удушающие сзади. Все эти приёмы он успешно проводил, уже будучи профессиональным бойцом ММА. Более того, к борьбе Томский старается переходить нестандартно. Используя пэкэшт, удары ногами с вращением. И только потом совершает проход. Дебютировал по пробе не так давно. В 2020 году выиграл два боя в ММА-серии удушающим приёмом и решением. Затем случилась первая сеть. Руслан уступил анакондой Олимпеку Таласпай. После чего вышел на победную серию, которая оборвалась только лишь на АСА-165. Где Руслан уступил удушающим Александром Фраем. До этого же Томский сбег Кемензанов и Андрей Петришин были затушены. А Матерон Матурманкулов накраутирован. Все победы были досрочные. Пять вароков. Боец в синем углу. Ему 30-й теннинг год. Рост 168 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Профессиональный год. Шесть побед. Шесть поражений. Пять побед одержаны досрочно. Он представляет клубы Олимпийное Сердце и Мелидиан. Достойный сын армянского народа из Москвы Антур. Таймон Клуб. Оркадесман. Достойный сын армянского народа из Москвы Антур. Вновь у нас легчайшая весовая категория. Руслан Томске против Артура Аганесяна. Итак, у Руслана минус один балл за то, что не попал в вес. Учтем это в случае, если поединок дойдет до решения. Итак, ожидаем разборки в партере. Два правши в клетке. Причем парни коренастые, быстрые, взрывные. Пока присматриваются друг к другу с дальней дистанции. Первый лоукек от Артура Аганесяна. Хорошее давление от Томских. Двойка издалека, но это как проверка реакции соперника. И вот те самые вращения, которые и так любит Руслан Томских. Отличные бэквисты у него. Неплохой удар с разворота в голову. В свою очередь Аганесяна раскачивается. Мы видели несколько финтов в его исполнении. Он пытается приучить соперника к тому, что не проходит под одну ногу. Хотя, в общем, всячески пугает Руслана. На сближении отличный левый хай-кик выбросил Томских. И сейчас оживился Артур Аганесян. Точный фронт-кик был в этом эпизоде. Лоук-кик. Аганесян взвинчивает темп, поддавливает. Разбивает. О, какая двойка. Очень жестко отвечает Томских. И все-таки проход под одну ногу выполнил. И та самая геретина, которую пробует провести Руслан. Но нет контроля. При этом, да, Аганесян продолжает очень мощно действовать у сетки. Поднимается Томских. И забирает позицию, как уверенно. Отработал Руслан. Ну что ж, ждали мы борьбу. В итоге получили. Но в ней все-таки нацелены на победу техническим нокаутом. Локти доворачивает Томских. И что, опять переход на геретину? Переход, скорее, вынужденный. Но Аганесян абсолютно не опасается геретина со стороны соперника. Напомним, что это его излюбленный прием. Так что, наверняка, все нюансы геретин Артур знает. Ну, знает их и Томских. Плюс ко всему, у Руслана есть еще и отличный анакон, да? Вот эти приемы он и проиграл тоже. Вот, смотрим, смотрим. Есть, есть контроль. И, да, верят в эту гильотину. Томских продолжает грузить соперника. Вкладывается, вкладывается в захват. Тяжело приходится Аганесяну. Но, что, не хватит здесь контроля? Продолжает оказывать давление на шею соперника. Нет, не получилось, но, тем не менее, не оставил попыток колено. Хайкика вдогонку от Аганесяна не достигает цели. Просто шикарнейший раунд мы с вами наблюдаем. И в стойке все искрометно, и в борьбе тоже. Так, короткий правый боковой залетел точно в голову Артуру Аганесяну. Он идет вперед и пропускает удар справа вновь. Неплохо ловит на движении томских оппонента. Здесь заходов в борьбу мы не увидим. Прочитал ситуацию томских. Артур работает с опущенными руками. Хайкик потрясен Аганесян. И есть возможность для добивания. Минута сорок до окончания раунда. Уже Артур Аганесян собирается проводить гильотину. Пытается улучшить захват. Переход на гильотину. Потянул вниз, но немного не хватает контроля здесь Аганесяну. Хотя... Все, сдается! Ничего себе! Пятая гильотина в карьере. Или четвертая в исполнении Аганесяна. Это просто страшное оружие в арсенале Артура. Но, возможно, мы сейчас увидели скоротечный бой. Но при этом именно он может получить статус боя вечера. Инициатива переходила из рук в руки. В стойке все было очень круто. И такая развязка в картере. Классный поединок. Вот тот самый случай, когда даже немного жаль, что он так быстро закончился. Потрясающий бой. Который бок закончится как угодно. Руслан Томских почти выиграл нокаутом. Но в следующем же эпизоде проиграл гильотиной. Молодец, конечно, Артур Аганесян. Сохранил плоднокровие в решающий момент. Поздравляем Артура Аганесяна с ярчайшей победой. И вообще этот поединок точно войдет в золотую коллекцию боев Open Fighting Championship. Поздравляем Артура Аганесян.